Всем привет! В сегодняшнем видео хочу затронуть такую интересную тему, как оптимизация игр. Ну, для примера, мы возьмем наши игры, написанные на мод Open Computers для Minecraft. Почему бы и нет? Давайте я на начале вам покажу самую игру, называется она Flappy Bird. И, по сути, это полная копия игрушечки для мобильных телефонов. Суть в том, что у вас генерируются рандомные препятствия, и вы должны дать вашей птичке проходить сквозь эти препятствия и не дать ей умереть, то есть врезаться в них. Проходим сквозь первое препятствие, начисляется вам очко. Проходим сквозь второе, начисляется следующее очко. Сквозь, соответственно, третье, еще одно очко. Ну, разумеется, если вы куда-нибудь врезаетесь, ваша птичка банально умирает, становится такой вот красненькой, падает вниз, и игра заканчивается. Также вам пишется ваше текущее количество очков и ваше лучшее количество очков. Вы можете начать игру заново, или, соответственно, можете из нее выйти, давайте. Опять убьем нашу птичку, нажимаем кнопочку «Выход». Собственно, вот такая простенькая игрушка, мне было нечего делать. На самом деле, я ее доказал буквально минут за 15-20, буквально на днях, и, собственно, занимает на всего лишь 200 строчек кода. Но теперь давайте я вам расскажу небольшую историю. Примерно полтора года назад, как только начинал знакомиться с этим модом, у меня уже была мысль накоить нечто подобное, то есть сделать какую-нибудь игрушку, где там будут танчики, ездить там стрелять, там птички летать кинуть, морковочки, зайчики и так далее. Однако я столкнулся с одной интересной проблемой. Местные видеокарты для местных компьютеров имеют искусственное ограничение по производительности. То есть это сделал автор мода для того, чтобы ваши реальные майнкрафтские клиенты, то есть сервера банально не лагали. В принципе, это вполне правильно, однако сделать хорошую графику у меня не получалось. Все игры выдавали примерно 2-3 фпса и были, в принципе, неиграбельны. Поэтому я отложил разработку игры в долгий ящик и обратился к форуму компьютера Craft.ru, где товарищ один накодил уже игрушечку под названием FlappyBlock, и, в принципе, я попросил у него добавить ее в свою ОС. По сути, FlappyBlock это тот же самый FlappyBird, единственная разница у нас будет в графике. Вместо у нас картиночки имеется вот такой желтый кубик, а вместо вертикальных препятствий у нас имеются вот такие просто зеленые линии. И основная цель игры такая же, то есть нам нужно проходить сквозь препятствия, которые генерируются рандомно, и не дать этому блоку буквально вот так вот умереть. Сейчас генерируется следующее, мы попробуем врезать какую-нибудь фигню. Так, 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 так. Врезаемся, и, собственно, наш блок умирает, game over. То есть что же получается? По сути, мы имеем две абсолютно одинаковых игры, то есть одинаковая физика с одинаковым геймплеем, однако существенная разница в графике. И самое интересное, что на абсолютно одном том же лезе, то есть на одном том же процессоре, на одной той же видеокарте, они запускаются с одинаковым FPS. Это называется оптимизацией игр. А теперь давайте проведем аналогию к современным нашим играм. К примеру, Call of Duty Black Ops 3 или к Fallout 4. И также для примера возьмем Crysis 1, который вышел, напомню, в 2007 году. Если присмотреться ко всем этим трем играм, то можно заметить, что картинка они выдают примерно одинаковую. Но, разумеется, Black Ops 3 шагнул немножко дальше, в плане качества текстуры и постобработки, но в целом график у них находится примерно на одном и том же уровне. Однако не стоит забывать, что системные требования у них все-таки сильно различаются. К примеру, если Crysis у вас будет сейчас летать на ультрах без проблем, то Black Ops 3, возможно, будет подлагивать даже на довольно современном железе. Также хочу напомнить, что 1 и 3 край зачастую используются для оценки правительности железа во многих современных бенчмарках, поскольку они выжимают из вашего, опять-таки, железа все практически соки и выдают максимальный FPS. Чего нельзя сказать о современных играх по типу Fallout или Black Ops 3. Все это дело говорит об отсутствии оптимизации софта. После такого теряется уважение к разработчику, и, например, та же Black Ops 3 заслуживает лишь быть скачаной с торрента и не более того. Также от некоторых современных разработчиков я сейчас слышу фразу, мол, покупайте хорошее железо, покупайте хороший компьютер, и у вас все будет летать на ультрах. По сути, это в корне неверный подход. По сути, разработчик оправдывает свою лень и свое незнание матчасти вот такими вот отговорочками. Хотя, по факту, говном является не наше железо, а их софт. И это крайне печально. Собственно, о чем было все это видео? Разумеется, я не сравню нашу детскую игрушку Flappy Bird с такими гигантами индустрии, как, скажем, Crysis или Fallout. Однако, я думаю, посылы все же поняли. По сути, всего лишь благодаря 600 строкам кода мы сумели поднять графику в нашей игре на совершенно новый уровень, без потери производительности. И я советую всем начинающим разработчикам задуматься об оптимизации вашего софта. И тогда искренне надеюсь, что аудитория к вашей игре будет относиться более серьезно. Поэтому всем спасибо за внимание. До новых видео. До новых встреч.